Спасибо большое за то, что вы меня пригласили, спасибо вам, что вы пришли. И сегодня я расскажу о том, что я называю Вита Перформ Актива. Что для меня означает связь и различные взаимоотношения между Перформ Активой и Политикой. Термин такой сам при себе не существует, но я его придумала, использую для того, чтобы показать разницу между понятием Вита Актива, жизнь активная и Вита Перформ Актива, жизнь, которая происходит какое-то действие. Термин Вита Актива была Анна Аренс и он означает общественную деятельность либо социальная политическая деятельность людей. И для меня Вита Перформ Актива означает различные виды перформативной деятельности как в культуре, так и в повседневной жизни. Один из терминов, который я бы хотела сегодня объяснить, это термин политичность. Когда я говорю о политичных перформансах, я ни в коем случае не выступаю защитником политики в искусстве и политизации искусства. И, конечно же, я не разграничиваю перформансы по их значимости, будь то они политически важны, либо они по социальному теме важны. Я полагаю, что каждая перформанс характеризуется политичностью как любое действие, которое имеет влияние на социальную сферу. Потому что я думаю, что на берегу всё же И любое социальное событие, либо этот перформанс имеет какое-то воздействие на социальную сферу. Будь-то либо идеология, либо что-то другое, и имеет воздействие на понятие субъект и объект. И в связи с этим перформансу присуща политичность как социальному действию. Именно поэтому для меня очень важно не выделять перформансы по признаку политичные или неполитичные. И грамотнее было бы анализировать перформансы с точки зрения наличия самой характеристики, и политичность независимо от того, являются они политическими или неполитическими, являются ли они преобразующими, либо они подневольно, являются ли они социальным событием, которое происходит в публично-пространстве. И в ходе лекции я объясню вам, почему, по моему мнению, это является важным. Окей, но, первое, что моя concern, или одна из моих concern в анализе этого тема, это, на одной стороны, политика и политичность – это один из бас-басов в контемнерно-интернациональной артистке. И сложность определенно представляет следующая вещь. В современных перформативных искусствах термины политика и политичность представляют определенную важность. Я бы хотела объяснить, почему существует такая озабоченность в проблеме политичности и наличие такого свойства как политичность в современном перформативном искусстве. И, вначале, я сделала краткий экскурс в теоретическую методологию, которая объясняет, почему мы вообще говорим о политичности искусства, а далее я расскажу о свойствах современного перформативного искусства. Для этого, в первую очередь, мы должны пересмотреть определение политика. Согласно Анне Арендт, само понятие, что такое политика, сильно изменилось в последнее время в политическом обществе. И, согласно положению иной теории, политика все время на французской эволюции стала больше и больше интересоваться социальными экономическими вопросами. Что означает, что политика стала заниматься распределением социальных благ и соблюдением частных интересов. И для нее политика стала инструментом выражения личных нужд и экономических компонизмов. Что, конечно же, означает прекращение действия понятия политика в обычном смысле, в котором политика понимается. Она уже не есть политика в чистом виде. И многие из тех, кто занимается перформативным искусством в современном мире, очень часто стилается на это положение теории Анны Арендт, поскольку оно дает им право делать перформансы с очень четким и очень сильной связью с политикой. Окей, но проблема с кризисом, я иногда говорю к этому, но немного критично, потому что я думаю, что мы должны понимать, что отношения между поэзией, поэзией и производством, и искусством в современном мире изменились. И сейчас я представлю вам другое теоретическое направление для того, чтобы объяснить свою точку зрения. Оно называется постопераизм. Да, это группа итальянских философов и политических думателей. Некоторые уже переехали в Францию и так далее. Но я просто назвал их. Некоторые, как Моризио Царатто, Антонио Негри, Паоло Вирно и многие другие. Операисты – это течение изначально итальянское. Многие из его начальников, именно антониоциалисты, могут добавить, что приехали во Францию. И операизм означает, есть как же еще понятие «уакеризм», что прославление рабочего класса независимо от того, где он есть, как он есть и есть. Просто концентрация на этом. Многие есть понятие операизм. И операисты объясняют исчезновение поненции «политичность» несколько по-другому. Я не знаю, насколько Вы знакомы, насколько концепция операизма известна здесь, но она опирается на понятие нематериального труда. И концепция данная означает, что в современном мире, при развитии экономики, фокус смещен скорее на производство культурно-информационных ценностей, а не имущество, как фокус смещен. Например, просто говоря, это означает, что маркетинг, адбетизм, планирование, менеджмент и так далее. Все эти активы становятся более прозрачными, чем производство материалов. Если это приводя пример, то в современной экономике такие действия, как реклама, маркетинг и промоция стали более важными, имеют более важное значение, чем производство само по себе. И, исходя из того, что эти понятия стали более важными, чем производство само по себе, предполагается, что производство отключает в себя также аспект политичности. А в некоторой степени это отвечает на вопрос, который задала Арина. Где же политика сейчас и как мы осуществляем политику, если понятие как таковое исчезло? И, кратко говоря, мы тогда можем полагать, что политика сейчас стала вмещаться, стала медиаться в другие виды деятельности. Например, культура, экономика, искусство, политика проникла в эти сферы. Окей, which means that today's economy, apart from other things, it also produces a world view, or it produces subjectivity. А экономика в современном мире также формирует взгляд на мир и является субъективной вещью, поскольку она производит еще субъективность. Субъективность. И для многих артистов, эти тезисы, они слышали, особенно артисты из реформирующих артистов, потому что эти теоретики, они видят артисты, особенно реформирующих артистов, как авангард по-пост-индустриалу, по-пост-формирующей общественности. И для многих художников такое определение и такая теория звучит очень многообещающе, поскольку они воспринимают перформативное движение, как нечто авангардное, пост-модерническое, возникшее в пост-экономическом обществе. По-пост-индустриалу и пост-формирующей общественности, нечто как авангардное движение. Окей, which is for me deeply problematic, because there is a kind of simple equation that art is political, insofar it belongs to the domain of immaterial labor, which already involves politics in itself. But then we can ask again the question that... Okay, sorry. I just feel like... И Анна говорит, то есть для нее это определение является таким достаточно проблематичным, потому что это означает, что есть такое очень простое прямое равенство. Искусство является политичным до той степени, в которой оно принадлежит в сфере непматериального труда. Но такое восприятие и такое положение вещей является несколько спорным и совсем корректным, потому что оно скорее стимулирует, реальную политическую дискурсию является таковой самой по себе. Окей, I don't know if it's clear. Понятно или нужно дополнительное объяснение? Дополнительно. То есть, например, художники, которые занимаются маркетингом, работают на многофункциональной корпорации. И за счет своей работы они также принимают участие в формировании взглядов на мир. Но вопрос тогда возникает, являет ли то пространство, которое они производят открытым для общественной дискуссии? Или оно служит только интересам компаний, в которых работают эти художники? Окей, например, мы знаем, что одно из первых референсов технических пост-оперативных теоретиков было Benetton. И вот, как мы знаем, один из таких примеров – это еще на компании Benetton, которые проводили очень много художников и они не просто рекламировали продукты, скорее даже не рекламировали продукты изделия в этой марке, а они формировали взгляд на мир, образ жизни. Да, точно такой же пример можно привести, говоря о Кока-Коле и другими крупными компаниями. Окей, и в любом случае, пост-оперативная теория требует для нас думать о политическом арте и реформировании, потому что она показывает, что сегодняшняя арте самостоятельно входит в политическом арте. И в любом случае, террористская теория заставляет нас рассуждать и думать, насколько искусство и реформативное искусство является политичным, поскольку оно как бы стало уже встроенным в политическую жизнь. И третья теория, которую я хотела бы осветить здесь, это теория политики Жака Рансьер. И он говорил о взаимоотношениях политики и эстетики. И если принимать то положение, что политика присуща к эстетизму, тогда можно говорить, что искусство свойственно политическое измерение. И тогда еще одну цитату. Почему же это так происходит? Почему у искусства есть политическое измерение? Рансьер приводит такое положение в своей книге «Политика эстетики». Он говорит о том, что художественные практики являются способами действия, которые разрушают обычные способы действия. И, секундочку, равно как они внедряются в существующие отношения и создают новые формы видимости. Но ни в коем случае нельзя говорить, что основа с этого определения искусства является политикой и можно поставить знак равно между этими понятиями. В каждом конкретном случае необходимо определять, насколько и каким образом искусство является политично-политированным. Например, представляет ли искусство новые образы или новые понятия в общественной жизни? Как говорят, что они делают, те объекты, которые создаются? И, может быть, для того, чтобы объяснить, это Анна хотела бы привести три вида политичности, на которые она обратила внимание, которые существуют на современной сцене. И это три понятия. Это политичность содержания, политичность средств, способов передачи. И политичность условий и способов передачи. И для меня очень важно, и для этого я бы хотела обратить внимание, что в чистом виде каждый из этих трех видов встречается редко. И, равно как же и редко, они идут отдельно друг от дружки. И я ни в коем случае не призываю вас и не даю вам такой инструмент, который помог бы вам классифицировать перформансы согласно трем этим типам. Да, нет. И, главное, 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 главное здесь для того, чтобы вы стали думать о том, что любое перформанское представление может иметь такое свойство, как политичность. Хорошо. Хорошо. Первая модель – это то, что концентраты на политическом контенте, политическом контенте, месседжменте и так далее. И так далее. И артист видит как привилегированная социальная активность, которая способна говорить о социальных проблемах. И вот первое положение – оно включает в себя содержание, сообщение, каналы связи, и оно дает право артистам перформансы говорить о социальных проблемах. И я бы хотела бы сейчас сказать кое-что нам рассказать о политичности второго свойства – это канал передачи связи или форма. И эта модель также имеет большую историю, но в сегодняшнем уровне это было в частности 60-х и 70-х годах. Это свойство также существовало давно, но более четко сформулировали его положение в 60-е и 70-е годы в рамках теоретического направления постструктурализм. И Анна хотела бы сказать о постструктурализме следующее. То, что считалось в материальной части либо означаемым в структурализме, получило способность внедряться в реальность, вмешиваться. Это означает, что идеального пространства для идей нет, но то, как мы говорим, оказывает влияние на то, что мы говорим. Именно поэтому средство выражения не может быть нейтральным. Более того, перформансе может не передаваться никакое особенное политическое сообщение или политическое содержание. Но все равно может содержать какой-то намек на политичность, если способ выражения является таким, который имеет это свойство политичности. И Анна хотела бы привести к примеру. В 60-е годы американский минималистский танец. И они как раз таки были участниками движения эмансипации, но они никогда при этом не говорили о политике. Но то, как они сделали, являются уникальными, они в некотором виде демократизировали танцевальные техники. И каждый смог бы воспроизвести их перформансы. Это одна из работ, один из примеров американского минималистского танца. Это называется Трио Эйт Ивона Рейнер. Трио Эйт Ивона Рейнер. Потому что у нас есть много реенакций на этой перформансе сегодня. Просто потому что их демократическое политическое положение. А поскольку оно является таким демократическим способом упражнения политики, это конкретно культомация, который показано в других странах уже много раз. Потому что для нас сегодня, я не знаю, если это вот так вот здесь, но в многих других странах это абсолютно нормально, чтобы иметь подобное педестриное тело на сцене. Но в 60-х или 70-х это была такая амансипация. Это было совершенно новое, и это была радикальная идея о том, как танцевальное тело выглядит. И, может быть, для нашей страны это как-то по-другому, но в ее стране раньше это считалось в 60-х или 70-х абсолютно новой идеей выражения эмансипации. Может быть, сейчас это может являться нормальным. Часто можно увидеть, как выглядело танцевальное танцующее тело. Вот так они показывают, выражают тогда политику. И я бы хотела сейчас еще ответить третий аспект политичности. Это достаточно новое влияние. Оно касается политичности способов работы в искусстве. В некоторой степени это понятие, вот эта теория подверглась влиянию постеперроризма. И также на нее оказалось влияние движения культурного активизма и цифровые средства. И в этой связи вопросе авторского права, вопросе сбора средств. и становятся политированными. Они становятся политическими вопросами. Но в рамках уже возникшей аннотации о том, что такое политичность, эти вопросы переходят в сферу политических вопросов. Потому что в тезисе они дико инскридированы на их произведениях. И они могут артикулить политичность, в зависимости от их контент или формы. И эти вопросы могут быть так или иначе включены в постановку и они могут и сама постановка может поднимать эти вопросы. There is one example that doesn't come from performing arts, but I'd like to mention it. There is a book by Australian author Mackenzie Warg. Mackenzie Warg, Australian author. Hacker Manifesto. Yes, where he uses the term hacker in a metaphorical sense. Trump is trying to say that culture workers could hack the reality of capitalist society. И выражая понятие о том, что культурные деятели могут хакнуть, как мы говорим сейчас. Взломать. Взломать. Да, взломать реальность. So, at the level of the content it's very critical and the political book. И вот именно на уровне самого запишания книга является достаточно критичным и политичным. Yes, on the other hand, how it's written. Now, when we speak about its media or form. Но если мы говорим о форме, то как книга написана? The urbanization of the discourse also supports this criticality. Because it's written in a kind of casual way, which is not typical for theoretical writing. Самый дискурс, который используется для передачи информации, написан в таком обывательском стиле, что для книги не является очень важным. And all the references are put at the very end of the book, just not to disturb this multimeter. So, I would say that the content and the form and the medium of the book, they are in accordance. Yes, but then at the end he made an amazing political mistake. And in terms of how he made this book or published the book. And in terms of how he made this book or published the book. Because the book was published by Harvard University Press. Книга была опубликована в издательстве Гарвардского университета. Under very strict copyright policy of this. И с прочим ограничением по правам использования и по правам распространения книги. And, of course, many criticised him because of that. И именно из-за этого его очень сильно критиковали. Because somehow the way how he made it completely redefined or determined the politicality of its content in the media. Потому что то, каким образом он писал эту книжку, оспаривало содержание книжки о том, что он говорил о политичности. Yes, in a way, yes. And then he correctly keeps up, and the next book was published online under... А уже в следующий раз он вправил свою ажистку, и его следующая книга была опубликована в интернете. Yeah. And there are also many examples from performing arts. For example, when we think about new avant-garde theater and performance. Yeah. For example, living theater performance. For example, living theater performance. For example, the organization of principles kept all the hierarchies from traditional, I don't know, ballet company or theater company with a director who wants to... Yes. And we can say that although they were interested in the advancement of politics, the way how they organized their work could be criticized for a kind of very reactionary politics. And, несмотря на то, что, например, эти группы перформансные занимались такими вопросами, как бы все парты, тем не менее, организационно они следовали устоявшиеся в иерархической структуре. За это и критиковали. Форма и содержание не соответствуют. Yeah. So performing arts in particular, we really need to understand precisely the context in which that art takes place. И Анна хотела бы в конце показать мне небольшое новое видео и сказать следующее положение, что когда бы мы не говорили о политичности, перформансе, либо перформативных видов искусства, мы всегда должны помнить о контексте, в котором происходит действие. Because I think that without this contextual determination, the labels, like no usual political labels, such as leftist, or rightist, or communist, or nationalist, and so on, don't mean too much. Потому что без определенного детерминирующего контекста стандартное клише «левое» или «правое» не имеет значения. Thank you. Спасибо.